Плохой человек не может быть хорошим артистом. Почему же? Это парад уродов. Ну, да он такой, что не вовремя выходил на цену или засыпал. Да, да, конечно. Все было какое-то нафталиновое, и еще было торжество антрепризы. Я терпеть не могу вот это все называть словами. Чертовы дон Жан, их всех нужно было кастрировать. Идет, идет, идет. Ребята, ой, хотел сказать, что случайно прогуливался мимо МХАТа. А я случайно. Незаметно. И тут раз и Александра. Странный запах, как у предательства. В смысле? Мент под прикрытием очень сексуально тебе идет. Да, какое солнце, нам так повезло. Здрасте. Да, с добрым ухом. Александра. Очень приятно, Давид. Ой, боже, какая красота. Это про меня? А на ты, на вы, как правильно? Как вам удобно. Нет, как вам удобно. Меня-то всегда можно на ты. Легко. А вас как лучше? Ну, давайте вас. С удовольствием. Искусство, искусство, работа, работа, работа. Вот с утра снова на работу, в театр, репетиция, съемки, спектакль, потом снова. Это такой вечно жизненный перпетум мобили. Сейчас вот я выпустила, у меня был срочный ввод в театре, в чайку спектакль, на роль Аркадина. Угу. А так, где тут? Вот оно и разумеется. Ага. И разумеется, для светских людей баловать, баловать романистов и привлекать их себе так же опасно, как лобазнику воспитывать крыс в своих амбарах. И вот, вы сейчас так говорите, как будто бы вы роль разбираете Аркадиной. Я вот с третьего класса была в детском музыкальном театре, меня отобрали в студии. Угу. И вот больше я этим не прекращалась. Наверное, это просто что-то такое естественное. Открывая биографию Александра Рыбинок, ты видишь, да, действительно, и тут, и музыка, и языки, много-много-много чего. Ну, я во все эти кружки ходила, потому что я была трудным подростком, понимаете? Трудным курили за школой? Ну, вообще, все. Был такой 90-е, достаточно сложный период в нашей стране. Столько всего нового и интересного. И моя мама очень переживала за меня. Мы жили в спальном районе. И максимально обложила меня вот этими художественными школами, музыкальными школами, чтобы у меня не было свободного времени, когда от бездействия и скучности проведения времени ты начинаешь экспериментировать и что-то там искать, приключения. И как ни странно, и как ни удивительно, это действительно оказалось то, на что можно было опереться. И хоть меня и раздражали краски в рюкзаке, их ужасно стеснялось. И ноты эти, и то, что надо идти в музыкальную школу, это было не круто. Но круто было плохим быть. А что стало триггером? Раз, вы сказали, и все изменилось. Я поступила в институт. Сама. Я не сказала родителям. Я начала сама туда поступать. Я поступала два года в театральный институт. И поступила в результате. И моя жизнь не изменилась. А сегодня репетиция и спектакль один и тот же. Может, я и жена? Да, потому что прошел сезон. У нас всегда такое правило, когда был большой перерыв между спектаклями, всегда мы встречаемся заранее и проходим целиком спектакль, чтобы все вспомнить. Ну, конечно, большой период. Прошло лето. Все изменились. Важно ли перед репетицией помолчать? Репетиция или спектакль? Ну, репетиция и спектакль. Сережа, ты не будешь против пройти? Здравствуйте. Ты не будешь? Здравствуйте. 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 Вот здесь вы сидите во время спектакля. Да, называется «Актерское фойе». Мы смотрим по телевизору, как идет спектакль. Угол такое, что не вовремя выходило на цену или засыпало? Да, да, конечно. Это ужасно страшно. Как с криком «Это я?!» Ну, нет. Ну, ужасно. Я один раз пропустила свой выпуск. Ну, просто сразу выходит следующий. Ну, как-то… Ну, здесь шум стоит, конечно. Ольга Михайловна, а можно вот с Сережей пройти? Или какое-то начало? Пожалуйста. Это Ольга Михайловна. Здравствуйте, Ольга Михайловна. Это наш помреш. Здравствуйте. Здравствуйте. Привет, Сэрин. Привет. Добро пожаловать в мое скромное жилище. У тебя очень мило, мне нравится. Что-то выпишешь? Да, пожалуй. Извини, можно я позвоню? Да, конечно. Ты в порядке? Да, да. Просто поднякненько. А это я от радости. Боже, какой же ты лгун. Что-то случилось? Нет, все в порядке. Нет, если тебе неприятно, что-то… У меня все очень хорошо. Я хочу провести этот вечер с тобой. Куда мы идем? На оперу «Дон Жуан». Тот самый «Дон Жуан». Ну, я написал гениальным отзывом. Черт его «Дон Жуан», их всех нужно было кастрировать. Как вы, хорошо? Здравствуйте. Что это значит? Программа хорошая. «Откройте, Давид» называется. Ух, тут такая видимость страшная, как будто она. Со всех сторон это подавали. А как же без этого? Вы должны были как-то обратить внимание на отцов-основателей, которые вас встречают, когда вы заходите в театр. Это, говоря кому, этот театр есть, был и будет. И неважно, кто приходит и уходит. Он сам по себе живет свои, как бы, жизнительные, мистические три буквы. Мы актеры, идем туда всегда. Мы заходим записать гостей к администратору, которые к нам придут на спектакль. А дальше мы идем в гримёрке. Это вот наш хобби. Но сюда идут приглашенные гости особого значения. Пойдемте. Спасибо. Вам, видимо, сюда. Каково это, когда вы проходите по галереи и видите свою фотографию? Вообще, конечно, для меня это было большим значением, каким-то переворотным моментом в жизни. Вообще, в целом, приход сюда и то, что меня приняли в труппу. И я точно могу сказать, что это точка невозврата, что она и есть жизнь до и есть после. Я пришла на пробы. Меня пригласили сюда, в театр, на пробы Карамасовой на роль Лизы Хохлаковой. И я пришла на служебный вход, как мы с вами встретились. И была Роза Хайрулина, Константин Юрьевич. Я, мы сели в аудиторию на пятом этаже, и меня попросили прочитать текст, но не Лизы Хохлаковой, а Грушеньки. Я прочитала, и я сказала, да, хорошо. Ну, только, пожалуйста, ничего, просто прочитайте. А я же четыре года театра-то. А на самом деле, ну, я шучу, но с другой стороны, я сразу поняла, что он хотел в ту секунду. А самое классное было, что я увидела Розу, а с ней я познакомилась как раз тоже в горе театру ДОК, на новой драме. Мы ездили в Любимовку, это вот место Толстого. Все, я прочитала, мне сказала, что ничего не может пообещать, но вот будет делать Сорокина, Настю. И, наверное, он меня пригласит. Мне никто не позвонил. Да, мне не позвонили, не позвонили, но потом позвонили вдруг, сказали, приходите вот еще раз, значит, поговорить. Ну, я начала ходить сюда на репетиции. Вообще все, что касается профессии, это мой личный диалог с собой, с профессией. А что-то говорить как-то вслух, мне кажется, это либо ты превращаешься в Аркадину в этот момент, либо все это всегда пафосно, как-то натужно и очень театрально. На мой вкус. Тогда пойдемте поговорим о жизни. О жизни так о жизни. Вон, можете снять какие у них золотые носы, зрители трут носы, загадывают себе желания. Какие-то абитуриенты, студенты. Есть у нас такие блестящие носы. Вот наша жизнь, каждого человека, она делится на определенные контрапункты. Если мы говорим про детство, я так понимаю, что изменили краски, музыкальные инструменты, поступления в институт. А дальше, сколько было этих контрапунктов, которые позволили пересмотреть жизнь или, может быть, найти своего режиссера, свой театр, свою киноработу? То, что позволило подниматься выше, выше, выше на ступеньки? Ну, первое, наверное, это была встреча с Угаровым. Это был театр ДОК. Михаил Дурненков. Синий слесарь. Номер первый. Концерт. Мне очень не нравился театр. И на момент 2000-х годов это просто для меня было ужасно скучно, неинтересно. Взрослые тети играют молодых героинь. Все было какое-то нафталиновое. И еще было торжество антрепризы. Было очень много антрепризы. И все это выглядело как-то неубедительно. Я показывалась как бы по привычке со всеми однокурсниками в театре. Но по-честному я не могла сказать, что в этом театре мне так нравится этот режиссер. Потому что все, что я смотрела, это был какой-то вчерашний день. Вот там библиотека, фрой Ленинген. Да, где я уже однажды была. А это портрет покойной фрау Клаусена. Когда она была молодой невинной девушкой. Я боюсь этой женщины, доктор. Ее больше нет, чего же вам бояться. Да, она была важная дама. Ну и, собственно, и они во мне тоже не заинтересовались. У нас было взаимно. И поэтому тогда мне казалось, что это драма и трагедия. Я пропустила где-то около двух лет. То есть я вообще не занималась профессией. А сейчас я понимаю, что это было классно. Что я очень много что забыла. Таких студенческих наработок, академических. Я училась в Чубинском училище. У нас есть определенная школа. Как и в каждом институте. И за четыре года тебе так как-то ее в подкорку вкладывают. Таким микрочипом, что актер это вот это. И есть какие-то пункты, которые... Качество, которое ты должен обладать, значит ты артист. А если играть, то нужно вот так. И я это забыла. Когда вдруг встретилась снова с театром. И я познакомилась с Угаровым. Опять же вернусь, это был театр ДОК. И я была поражена то, что это очень маленький подвал, где был зал на 50 человек. И там никто ничего не играл. Я смотрела спектакль, назывался он «Синий слесарь». Я смеялась так эти полтора часа, что просто было невозможно. Было очень смешно. Там, кстати, играл Сережа Бурунов. Я Андрей. Я старший на этом участке. Я еще старший. Это Геннадий. Но это две разные вещи, чтобы вы понимали. Вот вы знаете, как... Есть вот курятница, старшая курица, да? А есть еще повар. Это Ренат. Ренат, он не русский, но все понимает. На самом деле такой хороший был состав. Но я была уверена, кроме Сережи, что все это слесаря. Но это же документальный театр. Они очень часто занимают не актеров, там участвуют просто люди. А после этого они переоделись, положили свои гаечные ключи и ветоши, с которыми они играли, сняли свои такие заляпанные наряды, сели в красивые машины. Оказывается, очень симпатичные молодые люди и разъехались. У меня был шок, что, оказывается, они все это сыграли. А как можно сыграть и меня обмануть, если это всего 50 человек? Вот я с вами так разговариваю. Ты все это видишь, мне невозможно обмануть. А я обманулась. И мне стало ужасно, это все интересно. И это было так... Как бы таким иным, альтернативным тогда ходом, когда актеры не играют, а просто они вот... Говорят, обыкновенно говорят, не театрально, без посылов, без каких-то интонаций таких театральных. Твои стихи произвели на Майкла очень сильные впечатления. Майкл, Майкл. Давайте выпьем за крепкую семью, за такую семью, о которой можно только мечтать. Да. Малыш, Малыш, я что-то не то сказал. Сашуль, я что-то не то сказал. Малыш, Малыш. И я очаровалась, в общем, была ужасно благодарна Угарову, который меня пригласил. И я даже потом в этом «Синий слесарь» играла, еще много, мы ездили по всему миру. И там я познакомилась с огромным количеством людей, режиссеров, драматургов, сценаристов. Сейчас это все успешные люди. И все их знают. Тогда это было такое авторское кино, как это «Артхаус». Такое немножко ругательное понятие. Ну, как бы не такие, как не мейнстримы. Вот сейчас это все мейнстримы, во всех театрах просто говорят, все носят просто микрофоны, значит, и так далее. «За тебя». «Спасибо». «Ты очень красивая жизнь». «Спасибо». «Ой, я не могу так быстро. Это не мой ритм, я не готова». «Да-да-да». «У меня ничего не было… У меня давно… «Ничего не было подобного». «У меня давно ничего не было подобного. Я отвыкла». «Но я бы не стала с тобой встречаться, если бы ты мне не нравилась». «Да? Спасибо». «В любом случае, этот вечер был особенным». И там я познакомилась и с Хлебником, и с Хомерикей, ну, сейчас огромное количество людей, и с Валерией Гайкерманикой. И вот она в 2009 году пригласила… Вернее, я попала на пробы, пригласила на пробы, и я их прошла. Но не сразу, было достаточно сложно. И снялась в сериале «Школа». «Надо делать плавнее». Это уже, знаешь, не движение колебательное, это уже какие-то конвульсии у тебя. «Итак». «Травьте беду». «Я не могу, королево, ты так смеешься, как будто ты о колебательных движениях». Ну, знаешь, ну просто все. Я уверена, что не все. И когда мы снимались, нам еще сказал один человек постарше, он говорит «Ой, а вы вообще представляете, что такое 69 серий на Первом канале? Вот вы проснетесь, а с вами все здороваться будут». Мы такие «Ну и что? Прикольно, типа». И действительно, когда вышло это все в эфир в начале января, еще это так все совпало, как бы случайно, с реформой образования. Вот. И еще больше как бы хайпанули на этом проекте, как бы преподнеся вот ЕГЭ и новые правила нашего российского образования. И действительно, вдруг ты заходишь в любое кафе куда-то еще, и с тобой все здоровы, все говорят «Привет», и всегда как-то… Ну, правда, тебя называют по имени персонажи, но ничего страшного. А тебя путали когда-нибудь с другой артисткой? Да, вот недавно удивительно мне сказали «Ой, вы же актриса». В детский сад пошел, мой сын в новый. Я говорю, да, он говорит «Катерина Шпица». Я потом шла, еще долго этот ребус разгадывала, а потом подумала, может быть, просто, как бы, наверное, потом какая-то у него фамилия странная. И вот мозг, наверное, ей выдал «Шпица же тоже странная фамилия». Ну, понимаешь, да? Странная фамилия. Я говорю «Да, точно, это я». Серьезно? Да, она сказала «Здорово». Тебя называют «Новой Ренатой Литви». О, ну, это вообще нонсенс. Я никогда не работала с ней, но я часто ее здесь вижу в театре. И сколько я о ней знаю, ну, это вообще нас… Ну, то есть это… Все, я решила выпить. Эй, вы! Виночерпи! Как вас там? Слушаю вас, мадам! Рад служить! Я такая умная! Я такая красивая! И у меня совершенно нет денег! Я такая бедная! Ведь это же несправедливо! Удивительно. Мне кажется, что очень удобно любого человека, который не похож на других, все равно как-то заводить в типажи со стороны, если ты обладаешь какой-то там индивидуальностью, там, внешней или еще какой-то. Очень удобно вспомнить кого-то, кто уже себя реализовал. Вот. И сразу тебя причислить. Ну, короче, как-то тебя все равно понять и отнести в какую-то колонку. Так удобнее. Вот они, между прочим, гримируют Ренату. Вы гримируете Ренату? Да, сейчас у них вышла новая премьера. Даша, пожалуйста. Звезда вашего периода. Скажи, пожалуйста, вот у нас разговор, что я, значит, похожа на Кашу под Ренату Литвин. Нет, совсем не похожа. Итак, так, коллеги, уважаемые, у нас мало времени. Итак, вы здесь с вами? Отлично. У нас мало... Алексей Николаевич, пожалуйста, мои песни. Итак, он заходит, мы все дружно кричим, поздравляем, улыбочки, проснулись. И потом песни похожа на Кашу. Итак... Это принесло помимо успеха актерского и популярного... Это не принесло успех актерский. Я, наоборот, не работала после этого года-два, наверное. Так неоднозначно прошел этот проект, что на пробах в основном, когда мне приглашали, говорят, только у нас, пожалуйста, здесь не как у Германики. Нам тут не надо вот как будто вот док-театр, вот это все. У нас тут серьезная драматическая история. Вообще-то у меня классическая школа. А вторая была история, что я без образования, что я просто человек. Но для меня это был высший комплимент вообще, потому что, имея классический прополощенный мозг четырехлетним образованием театральным еще... В 99-м все-таки я поступила еще со всем того театра, который напоказ, вот показать свой ассортимент, и удивиться, и там заплакать, и засмеяться. Вот это все, когда тебе... от чего тебе стыдно в зале. Это было прямо для меня была высшая похвала. Уступил 2011 год. Вот следующий контрапункт, изменивший вашу жизнь. После Угарова, после школы. Ну, давайте на «ты», да? Мы же перешли уже. Я вам несколько раз «ты» сказала. Ладно? Ну, давай на «ты». Так удобно. Потом я первая жизнь снялась в главной роли в кино. У Светланы Николаевны Проскуриной сценарий Сигарева. Он написал по Анне Карениной пьесу «Каренин», а она уже написала «До свидания, мама» сценарий уже на базе его этой пьесы. Мне нельзя больше кататься на огне? Да, Сережа, нельзя. Это опасно. Можно разбиться. Мама может разбиться. Там я познакомилась со своим мужем. Я уехала в Таллинн на целых полтора месяца. Я совершенно случайно оказалась в этом фильме, но как... Сейчас я оборачиваюсь и понимаю, что, конечно, не бывает ничего случайного, и все оно как-то было для чего-то. Как раз мне первый раз утвердили за два там с чем-то года в каком-то ужасно третьесортном сериале. И даже там за два-три съемочных своих дня я умудрилась как-то впасть в немилость, значит, продюсеру. В общем, там ужасно была какая-то некрасивая история за моей спиной, но меня уволили. Для меня это вообще сериал, ну, просто ниже Плинтуса. Что текст, то сюжет, артисты вокруг вообще. То есть я согласилась на него только потому, что я два года уже ничего не делала, не снималась. И это была как бы такая возможность, ну, хоть как-то самой себе доказать, что я все-таки... Да. Я есть. И оттуда меня уволили. И тогда у меня вообще не совпал пазл вообще мироздание. Я не поняла вообще, как вообще жить. Я не понимаю. И ровно через день мне позвонили и позвали на Мосфильм. Через час, чтобы я там была. А у меня были выкрашены для этого сериала, значит, рыжие волосы. То есть я вообще была неадекватна визуально, чтобы поехать. Я читала этот сценарий до этого задолго, но меня не позвали на пробы даже. Но он у меня был, и я его знала. И я приехала, и первое, что я сказала, конечно, я сейчас выгляжу очень неадекватно. Я все понимаю, но у меня просто обстоятельства. Но я очень рада встрече. Вот. И за четыре или пять дней, потом меня попросили за грамм паспорт, потом мне перекрасили волосы, чтобы посмотреть, потом я померили костюмы. И через там шесть дней я сидела в самолете. И... А через там десять у меня уже был мотор. Что тебе от меня надо, а? Так случилось и все. Я что ли этого хотела? Жить хочу. Вот просто жить. Это что, запрещено? И все. И вернулась я уже в совершенно другую какую-то жизнь. И уже с любовью. Да. Во всех смыслах. Да. И к профессии, и к мужчинам. Просто в целом в любви такой, к миру. С благодарностью. А что для тебя любовь? Не знаю. Жизнь. У меня как-то так все складывается, что... Ну вот все, что я делаю в сердце, оно получается. Все, что я делаю головой, это у меня 33 лишних изгиба, которые меня, как правило, могут отнести совершенно в какую-то другую сторону. Вот. И все равно я потом вспомню, что я же тогда так вот хотела, я же это почувствовала. Но нет, я все равно решила все решить головой. И все равно я возвращаюсь к этому. Либо у меня просто не получается. Вот. И в моем случае как-то все у меня получается... Оно либо по любви, тогда все получается, либо не в ту сторону. Вот. Поэтому я выбираю для себя, что любовь — это и есть жизнь в моем случае. Жизнь, она моя складывается из любви. Привет. Это Сэм, это Гейк, Джуди и Сэлли. Как дела? Мне пора идти. Нет, это Сэм. Привет. Это Сэм. Здрасте. А, хочешь, пожалуйста. Это Гейк, Джуди и Сэлли. Как дела? Мне пора идти. Нет, останься. У меня назначена встреча, мне действительно пора. Прошу тебя, не уходи. Мы же собирались перекусить. Простите, как вас зовут? Сэм. Сэм. А? Приятно. А? Гуляете? А? Обедали тут напротив. Чем занимаетесь? Аэробикой? Да, профессионал. Я тренер в клубе. Крутые театральные актеры, которые состоялись. И это был такой букет вокруг меня. Константин Юрьевич такое было правило, что все сидели на репетиции. Не то, что ты там где-то вдвоем. Все, что кажется нам важно, тоже кончится однажды. Это была катастрофа. В общем, встреча с собой, пребывание в моменте. Ну, когда я просто поняла, что я как актриса, на самом деле, вообще ниже плинтуса, вообще стою еще только в прихожей по сравнению с тем, вообще как люди, как они относятся к профессии, как они репетируют, как они вообще существуют. Это классно было. Я очень благодарна. Вообще, у меня было такое открытие, что мне казалось, что крутые люди, вот там, артисты, вот, конечно же, не дотянуться, знаешь, не прикоснуться. И наверняка сейчас они наверняка обо мне думают там, ну и так далее. Оказалось вообще наоборот. Вот, собственно, первая, кто мне вообще протянула руку, это была Роза Харулина, которая начала всячески мне, видимо, белый рот, как она сейчас рассказывает, бледное лицо, когда я выходила, и что-то надо было сделать. Потому что сроки были маленькие, было всего два месяца, и нужно было собраться и выдавать. И все были очень собраны. И я тоже была собрана, но по мере своих возможностей. Но я понимала, что я все больше и больше его раздражаю. Может быть, я как-то не оправдала надежд. Меня все больше и больше начинал гнобить Константин Юрьевич. И как-то так, вплоть до того, что даже в середине сцены он сказал, так, все, это невозможно сядь. И шел другие сцены репетируют, и весь день сидишь на скамейке запасных. Наверное, один из главных уроков, который я получила от старших как-то товарищей по сцене, Но вот эта помощь, если ты видишь тот, кто... Это не то, что он слабее, то есть у него свои обстоятельства, да? У него меньше опыта, назовем так. Это не самоутвердиться, а наоборот, помочь. Всячески, каким-то образом, в данный момент вместе сделать хорошо сцену. И они занимаются тобой, а не собой. У меня был просто шок и стресс. Помните, как Фаина Георги написала? Плохой человек не может быть хорошим артистом. Ни при каких условиях. Почему же? А есть такие? Почему же? Это парад уродов, мне кажется. Почему? Чем больше в тебе твоей индивидуальности, неважно, позитивные или негативные, и чем ты искренне в ней можешь публично признаться, тем ты, мне кажется, больше можешь удивить в современном мире. Если это свое проявление в жизни, ты умеешь перевести на художественный язык, и умеешь этим воспользоваться внутри кадра или на сцене, когда смотрят на тебя люди, то, мне кажется, здесь тоже может быть успех. А вам приходилось трансформировать негативные качества? Конечно. Какие? Да, куча всяких пережитых обид, бесконечных, не знаю, каких-то несправедливостей. Может быть, ты где-то был неправ. И все это же все равно у нас сидит. Там где-то ты там перед сном за одну секундочку, ты можешь это вспомнить или проснувшись. И как-то где-то твой там собственный критик, скажем так, он, конечно же, тебе где-то подскажет, что все-таки ты где-то был неправ, или ты правда где-то обиделся, или правда ты пережил какое-то сумасшедшее там разочарование, боль. Кстати, отличная арт, такая психотерапия. Если это вспомнить, себе достать, если это очень созвучно какому-то герою, ты же не показываешь кого-то. Я такая вся умная, классная, а вот она, ой, вообще ужас она-то. Или она такая глупая, ну я умная, вы уже поняли, но она глупая. Вот, ни в коем случае. Для меня это тупиковый путь, конечно, в нас есть все, и мы проходили разные моменты, и про проживаемых, про это, брак наши, это. И так продолжалось много лет. Я же тебе рассказывала о нашем разводе. Нет. У меня давно никого не... Майкл, я тоже хочу тебя поблагодарить. Майкл, я тоже хочу тебя поблагодарить. У меня давно никого не было. Я же тебе рассказывала. Да, Игорь. Да. Ну что вы. Не затруднись просто. И вы все время здесь сбиваетесь, поэтому, конечно, нужно... Ну конечно, если можно, да. Да. Боже ж, теперь это слабо. У тебя люди там живые. Слабо. 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 Ну все. Слабо. О господи, ну я устала играть эту сцену. Да. Слабо. 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 Ну как ты? Ну как ты? Что ты? Давай чуть-чуть. Слабо. 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 По поводу чайки твоей знакомой. Чайки? Ну что ты? Слабо. Слабо, я тебя поздравляю. Спасибо. Ты знаешь, да? Да, ну это вообще... Сколько репетиций было? Две. Ну как, ну две и плюс, да. И плюс ты. Крохи какие-то, знаешь, там по полу... Пипец. Нет вообще. Ваше отношение, когда в профессию, на которую вы положили всю жизнь, приходят люди, которые не имеют к ней никакого отношения и на этом ловят хайп и зарабатывают большие деньги. Вам, как профессиональной актрисе, каково? Ну, во-первых, я не встречалась с этими людьми. Мне всегда везло и везет оказываться среди очень сильных людей. Как правило, мне нужно до них дотянуться и как-то... Можно, в общем, чему-то... поучиться. А по поводу хайпануть, мне кажется, нормальная история. Каждый может быть известен, но только на пять минут. Энди Ворхлоп как нас учил. Это было очень давно. Почему нет? А вы про хайп или не про хайп? Я не про хайп. Я не умею. Тогда у меня было бы подписчиков много в Инстаграм. Я только учусь. Канал всем хайповать. Это очень сложно. Мне вообще даже Инстаграм вести сложно. Но мне очень тоже хочется много подписчиков. Песня. 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 а я это это пантомим я знаю на какую песню макароны макароны с кетчупом с кетчупом да да вот под эту песню вот видишь мы друг друга понимаем просто нам 11 лет на двоих сегодня сложилось неоднозначное отношение к актерской профессии потому что считает что это ну вот или совсем есть вот нищие или совсем богатые тогда 12 лет назад все-таки был немножко другое отношение но вот вы же тогда когда пришли в театр дог видя на каких красивых машинах уезжают артисты даже не было ты красивая машина тут правильно вы знаете понимали хотели наверное я приехал на мопеде на мопеде мне очень хотелось хотелось тот момент но помимо того чтобы реализоваться стать народной артистской россии при этом еще иметь тоже там вот такой вот люкс ордес ну что еще хотел все хотят быть богатыми знаменитыми потому что все в этом признаются кто-то нет вот эта работа большая когда она популяризировала имя александр ребенок она принесла финансовое удовлетворение но я не думаю что я пришла за богатством вот то что действительно когда ты начинаешь сниматься и театр все-таки это не то место где ты зарабатываешь театр это то место где ты как раз работаешь над собой это как тренажерный зал для актера и я считаю что это без театра невозможно быть в кино уж кино ты должен выдать сразу результат никто с тобой репетировать не будет аж сериале тем более и там серьезные нагрузки много сцен в день огромное количество текста кино сериал это действительно ты там зарабатываешь это но так как я зарабатываю только своей профессии мне больше нет других вообще в принципе меня это не кафе не магазина не бренда духов хорошие уточни поэтому конечно максимально ты должен понимать как но я кстати себе определен момент жизни так поставил проснулась и подумала нет я попробую научиться зарабатывать только своей профессии а как насчет того о чем не принято говорить о сексуальных проблемах например ну эти проблемы у нас никуда не исчезли их очень трудно отдалить и с ними приходится мириться иногда кажется что все проблемы позади но тут они возникают снова да у нас часто бывает там завязка и это возможно все сочетать и коммерческую сторону и творческую даже проект они делятся все равно что-то тебе дает для репутации для твоего какого-то роста актерского а что-то тебе дает для какой-то популярности там материального какого-то хорошего фундамента для того чтобы опять здесь например поработать больше над собой вступив в диалог своей профессии мужья и жены спектакль который сегодня будет идти готовить к этому спектаклю понимая что это глубокий психологический и психический процесс что-то помимо актерской работы помогал мне за может и перечитала бехтереву черниговскую там не знаю юнга давно давно так вопрос существует нужно ли в образовании актерском все-таки такой предмет как психология и да и нет я наверное больше за ощущение не анализ разбор чувственный до природы анализируя его как психолог вот это не мой подход ставить диагноз а скорее мне интересно поймать то ощущение от ситуации или от двух там или от персонажа человек и вот из этого ощущения какого-то правильного я могу построить роль я терпеть не могу это все называть словами как только ты называешь словами все твои ощущения и вот это то неуловимое тонкое когда ты знаешь что это чувствуешь ты знаешь но ты назвать это не можешь как только ты называешь словами она становится тяжелым банальным это можно повторить это можно выполнить как действие или там еще что-то и она теряет свою вот это вот неоднозначность и едва неуловимость понимаешь когда те постоянно до его поймать нет игорь это очень сильно давит на человека все просто надо кажется все проблемы позади на тут они возникают снова да это очень даю на человек с ними смиряется и делает вид что их не существует очень помогает как бы странно не покажет невозможно починить себя каким-то абстрактным понятием о любви браке в жизни бывает всякое и конечно нужно очень хорошо просто понимать что происходит ну просто по сути по каноническому классическому разбору что происходит ты очень хорошо должен знать когда начинается вот это вот постановка диагнозов ты уже как бы сверх над своей ролью понимаешь ты уже как бы я умнее и она ага я понял она все у тебя уже кни или к нему о ком-то рассказываешь уже какое-то есть такое расстояние и как вот как ты психолог а вот у тебя пациент твой персонаж мне неинтересно да ну уже понимаешь да какая-то вот дистанция а ты кстати никогда не пробовалась голливудский роль нет я пробовалась в европейские какие-то проекты это был немецкий и один раз к французам не был кастинг но они все равно решили взять свою актрису который играл но это как обычно русский шпион вот там оба сюжета были такие но я очень надеюсь что этот лед тронется мне кажется сейчас начинается какой-то тренд на русских актеров и все больше и больше к тебе начинает обращаться и как и вот благодаря видеоплатформы и пандемии когда совершенно не было возможности каких-то кинотеатрных премьер и в этот момент здорово выстроили видеоплатформы все международные и все начали смотреть там и сериалы и премьеры стали такими же но сидя дома и также все ждут все новые серии когда если это сериал а не кино вот а уже этот формат как раз предполагает абсолютно спокойно такое синтез международный если говорить про голливудского режиссера рукава ты снялась я поклонница давняя тарантина связи просто с языка сняла вот это была первая моя мысль наизусть и то как у него работают актеры вот то что он им предлагает какую игру предлагает им играть конечно мне это вообще ужасно интересно супер постмодерн и вообще это вот для меня наверное кино и вот сама формула существования артиста в современном кино вот у него а к российским режиссерам каким бы пошла помимо константин юрьевич к баякову пошла с баяковым я знакома и тогда я выбрала театр до кони театр практика хотя мне туда тоже предлагали просто дни совсем мой театр а кино кому кому режиссер работы прошло кино я очень жалею что они попадают раз на кинотауры а там очень много классных картин я бы очень хотел посмотреть и после этого ответить вам на этот вопрос а тебе самой что интересно кого ты сыграл из исторических личностей все я обожаю классику это то на что можно опереться это то что проверено веками и сюжет значит не является каким-то там хайпом того времени он прошел время испытания его все знают а у тебя есть сейчас конкуренты конечно это движущая сила кто это женщина их много они могут быть и мужчинами хорошие талантливые артисты всегда между собой в здоровой творческой конкуренции в этом и рождается что-то новое я радуюсь когда крутая работа но и внутри я выхожу из зала зависть удивительным образом потому что думаю ну вот у меня же еще нет надо же тоже как-то что-то еще больше сделать лучше ну и конечно я ужасно радуюсь когда наши фильмы сериалы выходят все таки на международный уровень и мы участвуем и международных конкурсах и и нас покупают видео платформы что же там за фраза чтобы рассказал мне был неудачный брак у меня давно никого не было я же тебе рассказал мне был неудачный брак и так про так продолжалось много лет не знаю почему хотя и так все понятно не знаю почему хотя есть так все понятно на второй закон тема вам надо игорь вот это вот на на 1 на не даю ром на стульях не давай вот вдвоем вдвоем давай обязательно но это следующее джек ты пьян я хочу начать все сначала джек ты пьян прошу тебя моя жизнь пошла под откос сейчас не время говорить на эту тему уходи немедленно это мой дом черта с 2 это теперь мой дом я хочу начать это невозможно слишком многое произошло джек я сама с ним майкл я сама с ним разберусь да ну это так уходи я никогда не говорил что во всем виноваты с тобой невозможно спорить спорить это я уже слышала невозможно а что мне еще оставалось наш брак состоял из одних проблем и были оба в этом виноваты но ты лгал мне ты лгал ты мне изменял нет мы давно разлюбили друг друга тиши в доме посторонний он обо всем знает я просто не было другого выбора ты мне ничего не оставил я не собираюсь сейчас это обсуждать уходи завтра тебе будет лучше завтра буду себя чувствовать полным ничтожеством давайте и гореть давай только можно саша а столько же разговор на четверых так ну все в принципе чего ты никогда не позволишь себе сделать в жизни через что переступить никогда не говори никогда сейчас я скажу и тут же мне что-нибудь прилетит провокационный я такими категориями не разбрасываю через что тебе будет сложно переступить тогда скажем не знаю я даже не хочу об этом думаю зачем мне это фантазировать тебя придавали наверное особенно я думаю что вот этот самый наверное яркие впечатления вот этих всех громких переживаний они вот у меня почему-то остались вот в этом до студенческом возрасте скажем так вот этот вот как я говорю трудный подросток но может потому что все в первый раз в таком протесте каком ну да там я считала что меня и придавали и как-то нечестно со мной обходились а ты придавала и я тоже была не лучше да с какой стороны посмотреть я точно знаю где я накосечила скажем так но это не проблема это какой-то определенный урок из которого ты потом не будь этого не было бы следующего не будь всего того что я сделала до я бы не сидела здесь не разговаривал с тобой не сыграла такие роли вообще я была бы другой другим человек другое дело просто как ты к этому относишься как ты воспринимаешь любое какое-то событие или препятствие а уж тем более если ты растешь потому что преодолеваешь ты постоянно поднять ногу на следующую ступень нужно просто усилия выйти из зоны комфорта и пойти на следующий это никогда для организма не является чем-то естественным классным и с удовольствием психически ты идешь на новый уровень обычно у меня лично это все происходит через какой-то стресс преодоление себя разочарование и так далее рефлексия я точно знаю там где-то там есть какой-то ориентир чего я хочу поэтому сидеть и обижаться рефлексировать оскорбляться но это очень долгое много времени сил зачем я на это буду тратить я поняла ты говоришь я поняла я поняла вывод делаешь и ты идешь дальше а с кем бы из актеров или актриса бы хотела дружить со всеми с кем я бы хотела быть в приятельских отношений я сейчас нахожусь и очень дорожу доверием к себе это старшие коллеги по сцене из молодых не из молодых ну вот мы прекрасно дружим во время спектаклей с даши мороз ну и причем здесь я вы очень нравитесь полу иванович а значит можете подойти к нему ближе всех архив там куда я не могу попасть частяков мне не доверяет есть не не сплю как вы наверно знаете ну это не трудно исправить разве не так сонер сегодня будем вместе играть спектакль вообще у кости так складывать всегда коллектив что все находятся в очень хороших отношениях на территории опять же сцены тримёрки за кулисе потому что по-другому вместе не рассказать историю скажем так ну при этом мы можем встречаться в жизнь можем встречаться но мы пересекаемся в содержанках вместе мне нравятся плохие мальчики а мне нет боишься хочу доверять мужчине доверяешь никите да и классно вообще на самом деле здорово когда твои партнеры из театра переходит в кино это вообще очень круто потому что вас уже очень много наработок вы уже знаете друг друга вы можете уже поржать над чем-то вместе и вам не надо там притираться узнавать друг друга вы можете уже классно что-то придумать в кадре это редко но классно вот содержанках очень много партнеров из театра тоже изначально первой сезон делал кости и кастинг делал и мы там все встретились и получили большое удовольствие в жизни ты требовательна к обычным людям подпишись и думаешь ну не мое конечно вот глаз не такой рука не такая и вообще как бы вот ни о чем не будем разговаривать но по-моему так все и живут нет мы сходимся только с теми с кем нам интересны вот у меня нет друзей и я со всеми нахожусь на такой достаточно при я люблю хорошо провести время если побеседовать то не просто получить от этого удовольствие прежде всего они друзей это всю жизнь было так да наверное ну то есть меня на пути возникают какие-то люди с которыми мы сходимся по каким-то причинам и проходим какой-то отрезок времени и до тех пор пока мы друг другу можем что-то дать или ну вообще чем-то помочь стать лучше ну или просто нам весело вместе но с такой же легкостью это все распадается моя самая близкая и постоянная константа и мое сердце закрыто потому что она заполнена моей семьей и моими близкими людьми моими родителями моими детьми моим мужем имеет его вполне достаточно а как ты относишься к поклоннику мужского пола но с мужским полом как-то я разобралась после сериала школа наверное человек тоже вот не понимала и комментарии все читала и отвечала и я и расстраивалась и радовалась вот но потом когда мне был какой-то вообще уже совсем такой поклонник откуда-то он знал мой номер телефона и он звонил и все это было столько патологично физиологично то что он там выдавал и это было постоянно это были разные номера поэтому я не могла с меня весь телефон был не брать 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 но в этот момент я уже нашли все неприятно мне показалось вы про секс говорили намекали что у вас большой опыт встань пожалуйста выйди из класса хорошо до свидания я спокойно отношусь например в инстаграме есть какой-то фэн-клуб мы дружим как дружим ну то есть обмениваемся каким-то приятными словами или что-то пишет но это здорово поддерживать сюда внимательно ко всем твоим премьерам следят желать удачи то вот у меня был сейчас вот в спектакль приходят смотрят согласно ли ты с фразы что весь секрет жизни заключается в том чтобы подготовить хорошие воспоминания что было что вспомнить и не только чтобы о тебе вспомнили вот здесь она такая знаешь двоякая но это какая-то нагрузка такая по жизни ходить ходить и думать так а вот здесь мне тоже на что-то сделать чтобы запомнили или не сказать чтобы не припомнили или не сказать и вот все время ты не живешь а готовишь какие-то свои мемуары с музеем потом пройдет жизнь такой а чего я делал готовился к своему музею скорее чтобы тебе может улыбнуться если так все сложится старость так сидишь день-нибудь на море тут раз что-то припомнил засмеялся мне было ощущение что все пропустил а в каком именно пришло вот понимание что нужно заняться благотворительностью само предложение было первое поучаствовать в забеге а я тогда очень занималась бегом серьезно то есть я бегал там по 10-11 км вот эти вот марафон для меня это было серьезно и но все равно мне было как-то не то чтобы скучно но все он делаешь как бы для себя для хорошего тонуса и вдруг я прошу могу пробежать но после этого мне прислали отчет ну там благодарить на забег поддержать какой-то фонд я его поддержала жизнь как чудо с которым до сих пор вместе дружим и они потом прислали мне отчет вот мы заработали вот это вот такой мальчик сделал такую операцию и мы так рад спасибо тебе большое что по мы помогла закрыть вот этот вот этого ребенка и я сижу думаю же ничего не сделала вообще ничего за все что касалось благотворительности мне казалось что это очень серьезная история ты должен быть состоятельным человеком очень влиятельным человеком или очень супер мега известным человеком тогда ты реально можешь и пойти к президенту или ты можешь построить больницу что-то решить конкретно действие а что вот так ты оказывается можешь тоже помогать и мы подружились самая главная проблема фондов это на мой вкус что к ним нет доверия что все время кажется что эти деньги они идут на зарплату они идут туда на вообще порядок двухтысячном это просто отмыв какого-то бабла и так далее и что вообще до детей дети как прикрышка значит совершенно других дел а я знаю что наш фонд конкретно занимается детьми я знаю на почте каждый месяц отчет до последней копейки что произошло что сделали куда мы идем растем какая сумма сейчас нужна чем мы занимаемся что есть горячий ребенок есть такой ребенок есть такой и я понимаю что я могу помочь вызвать доверие этого фонда потому что он во первых для меня точно проверенный я точно знаю чем все занимаются я вот ну могу отчитаться за каждую минуту нашего офиса который занимается всеми этими делами и мне стало это интересно я подумала наверно в таком формате помочь вернуть доверие репутацию как ты считаешь хайп может быть на благотворительности моргенштерн жертвует шестьсот шестьдесят шесть тысяч на ребенка потом рассказывать что это был хайп я не знаю с хорошим ли посылом он делает или с нехорошим мне все равно я понимаю как человек который ну в адеквате с образованием и с мозгами я помню что делать нельзя это же по сути уничтожает то что делаешь ты ты пытаешься привить доверие к фондам а люди даже не приятно но здорово что опять разговор на тему благотворительности это же снова поднимать я не думаю что это его как-то характеризует с лучшей стороны не знаю но я терпеть не могу что хорошо что плохо и грозящий пальчик из со сцены или телевизора но я терпеть это не могу это сегодняшний день для тебя существует не рукопожатные люди нет не существует я в принципе не жму руку при встрече и не целуюсь и не обнимаюсь и терпеть не могу и очень рада пандемии и новым правилам что не обязательно сразу даже сегодня знакомы целоваться сейчас все у тебя начинается спектакль ты готовишься переодеваешься поэтому будем сейчас смотреть из зала поэтому огромное тебе спасибо за сегодняшний день за интервью за за прекрасный театр за спектакль дай бог что все прошло хорошо мы будем болеть сидеть в зале и болеть за тебя за нас все таки спектакль у нас там нет главных ролей хорошо а можно вот вот не надо кстати болеть просто можно посмотреть и получить удовольствие вот мы уже уже сблизились или еще нет обняться можно спасибо тебе большое огромное тебе спасибо взаимно было приятно познакомиться взаимно до встречи идем за улыбку я человек другой эпохи Я не говорила, что мне нужно было раниться. Как тебе концерт? Музыка была просто волшебная. Вообще-то я не люблю Майлера, но эта вещь была ничего, терпима. Заключительная часть немного затянута, мог бы сделать ее покороче, а вторая часть мне понравилась эмоционально. Это одна из самых трагических музык, которые ее знают. Да, уж дирижер просто из сил выбился. Во-первых, это изначально в идеале. Во-вторых, этот сценарий поставил Костя Богомолов, Константин Юрьевич для меня. Это уже не может, это уже не предполагает каких-то, наоборот, отклонений от себя, это предполагает тотальную самоиронию, циничные отношения. В принципе, ко всем этим переживаниям. Ну и бесконечные размышления на тему отношений между мужчинами и женщинами. Особенно, если они становятся муж и жена. Ну что, кажется, вечер удался? Да, мне тоже понравилось. Может, зайдешь ко мне? А это удобно? Кофе. С удовольствием. И потрясающий вот юмор Води Алина, рефлексии на все эти темы. Плюс циничность Константина Юрьевича. И все это в такой достаточно мягкой форме, такого минимализма. Лариса Ломакина, она художник-постановщик. У тебя очень мило, уютно. О, английская сосна. Ну, вообще-то я предпочитаю французское, мой дизайнер все перепутал. Очень просторно. Да, мы сняли эту квартиру, когда еще жили с детьми. Теперь здесь слишком много места для одного человека. Мне неуютно одной, думаю, перебраться в город. Вот, где практически как у Триера в Догвиле там просто стены обозначены. У него, помнишь, там расчерчен пол. А здесь просто трубки, которые обозначают как бы некий вход, выход каких-то комнат в каком-то пространстве. Скорее, здесь интересна вот какая-то вот эта ювелирность, когда из ничего, по сути, как мы все и живем. Это же не какие-то страсти шекспировские. Внутри-то, может быть, и да. По форме минималистичная, ювелирная работа. Моя жизнь пошла под открой. Ну, сейчас не время говорить на эту тему. Уходи немедленно. Это мой дом. Черта с два. Мой. Черта с два – это теперь мой дом. Я хочу начать все сначала. Ну, это невозможно. Слишком многое произошло. Сели, тебе помочь. Что ему нужно, а? Убирайся. Майкл, я сама с ним разберусь. Черт. Черт, это проклятие какое-то. Да, ну это так уходи. Ну, подожди. Ну, послушай, не я же один во всем виноват. Мы же оба заварили эту кашу. Я никогда не говорила, что во всем виноват ты. Спасибо. 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 Спасибо.